Сейчас мы разберемся с бессонницей, вернее, научимся делать упражнения, которые помогут хорошо засыпать. И не просто хорошо засыпать, а еще долго спать и высыпаться. Итак, один из способов. Начнем. Для того, чтобы мы работали, нам необходимы теплые, а лучше всего горячие руки. Поэтому, если у кого-то руки холодные, подержите их под горячей водой. Есть еще вариант. Возьмите пластилин и поработайте с пластилином так, чтобы энергия по рукам потекла. Что значит потекла энергия? Чтобы руки стали горячие, чтобы они включились. Без этого успеха не будет. Теперь, после того, как вы погрели руки, высушите их насухо, протрите салфеткой, если это после пластилина, сядьте удобно и положите руки на уши. Вы правы, мы будем работать с руками. Итак, что делаем? Сначала взяли замочки и разминаем. Просто разминаем. Можно потягивать вниз, в стороны. Растираем. Вы должны почувствовать, как от прикосновения ваших рук к мочкам ушей начало разливаться тепло по всем ушам. И ощущение тепла, а я не даже сказал, легкого жара, появлялось в процессе этой работы. Это очень важно. Для того, чтобы это тепло появилось, достаточно для кого-то нескольких секунд, для кого-то 20-30 секунд. Но этого того стоит, поверьте. Дальше. Поднимаемся выше. Уже берем хрящики и погружаем одни пальцы внутрь, наружного уха, а другие снаружи. И вот мы, как будто бы эти хрящики, нижняя часть, растираем. Это растирание так же продолжаем до момента, как ощущение тепла, даже жара будет усиливаться в этой области. Затем руки, разминающие движения, поднимаются вверх. Среднюю часть уха тоже доводим до ощущения тепла, жара. Верхнюю часть. Затем полностью руками беремся за уши. Конечно же, всеми пальцами очень сложно участвовать в этой работе. Но как минимум старайтесь, чтобы большой, указательный, средний, безымянный пальцы участвовали в этой работе. Все ухо разминаем и сосредотачиваем наше внимание на этом разминании. Просто сидим и разминаем. Именно первый этап этого упражнения нужно это делать сидя. Ощущение жара разливается по всему телу. Все тело становится прям горячим. Это ощущение очень приятное, комфортное. Прямо продолжаете разминать. Как только вы почувствуете, что вы как будто бы стали уставать, а это ощущение появится, вы как будто бы начали уставать. Вы переходите к следующему этапу. Вы ложитесь в кровать, удобно ложитесь, накрываетесь. То есть принимаете комфортную для сна позу. И руки продолжают разминать уши. В положении лежа это делать гораздо сложнее. И через какое-то время у вас появится ощущение такой сильной усталости от этой работы. Тогда вы опускаете руки и спокойно засыпаете. Вы начнете активно зевать. И захотите принять какую-то более удобную позу. Не сопротивляетесь. То есть принимаете эту позу. И вы уснете. Почему вы уснете? Потому что эта работа переводит ваше состояние сознания в более гармоничную форму. Вы успокаиваетесь, расслабляетесь. Отступает тревога, депрессия. Отступают страхи. Если говорить с точки зрения физиологии, выделяются гормоны удовольствия. Вы значительно, значительно расслабляетесь. Останавливается внутренний диалог. Это залог хорошего сна. Это упражнение. Занимайтесь. Занимайтесь перед сном. Спокойной ночи.